здравствуйте дорогие друзья мы рады приветствовать всех на нашем канале и сегодня мы с вами будем готовить мой моего несмотря на то что она очень маленькая а это очень ценная порода рыб она содержит в себе много витаминов например группы а и b селена йода фтора кальция фосфора натрия брома калия насыщена аминокислотами в общем то это кладезь витаминов и минералов всем тавричанам которые живут херсоне тавричанам северянам рекомендую напротив рынка северный есть магазинчик где каждую каждый четверг есть акция и хорошие скидки на эту рыбку значит ребята что я вам хочу сказать рыбка это довольно вкусная и жирненькая как я уже говорил сегодня мы с вами будем готовить пирог рыбный сибирский вариант и будем я вам расскажу рецепт как я вот посмотрите завялила эту рыбку мы с колей тоже рыбаки есть у нас тут херсонский канал 37 параллель они постоянно ходят на рыбалку классные такие мужики серега привет вот мы тоже ловим рыбу правда на бумажный крючок но тем не менее у нас это не а единственный недостаток это конечно запах особенно когда она час она уже хорошо подсушена пошел такой более благородный рыбный запах а вообще когда она сырая конечно это браки но результат того стоит это рыбка на вкус вот она сухенько уже видите просто чудо первое что надо правильно выбрать рыбку рыбка должна быть серебристая вся красивая блестящая свежая если будут вкрапления там желтого цвета никогда не покупайте любую рыбу желтизной это значит что рыба лежала и не свежая принесли мы домой эту рыбку вымыли и хорошенько засыпаем солью поставили в холодильник для малосольной два часа для более соленой три часа так как я человек сами сомневающийся поэтому для меня лучше пересолить чем недосолить поэтому я солила эту рыбку три часа после этого я ее взяла промыла и нанизала вот через глазики на вот леску мы ее повесили где-то на четыре часа на балкон но повесили ночью потому что днем на нее может так как еще теплая погода может очень даже скоро и быстро сесть муха поэтому четыре часа она у нас висела на балконе и стекала потом я занесла ее значит в квартиру конечно как я уже говорила этот рыбный запах надо пережить но тем не менее я ее повесила как смогла вот вот таким образом видите вот так и направила на нее вентилятор таким образом она сохнет очень быстро итак друзья рыбка высохла именно по моему вкусу и я ее вот переложила вот такой вот лоток посмотрите какая-то прелесть она сухенькая ведь она сухенькая такая но на дно я уложила вот салфетки такие толстенькие бумажные это для того чтоб вдруг какая-то и влага или же появится потому что эта рыбка довольно жирненькая чтобы она впитала в себя все лишние жидкости также я еще наверх по покладу вот такие вот салфеточки прикрою ее видите вот так вот и теперь закрою ее крышечкой чтобы не было в холодильнике никаких посторонних запахов и вот таким образом я буду хранить ее в холодильнике второе блюдо которое я хочу приготовить с этой же мойвы это будет пирог пирог рыбный очень вкусный короче говоря смотрите дальше я вам все все покажу друзья для нашего рыбного пирога нам понадобится парочку картошек парочку луковиц дрожжи у нас живые не морозилки были значит масло подсолнечное масло сливочное собственно говоря мука обязательно просеять сахар соль специи такие как вам нравится кому-то нравится там одни кому-то другие вот я буду класть минимум специи такие вот специи как черный перец красный перец чеснок сухой можно свежий можно укропчик а ну короче говоря на ваш вкус принцип приготовления я вам покажу а специи добавляйте на ваш вкус рыба может быть любая можно вот такую вот я покажу как ее разделать вот можно судак можно со можно но главное без костей было либо вы удаляете любым доступным способом кости либо рыбу без костей так друзья наша мойвочка сейчас мы ее будем подготавливать пирог что нам надо сделать надо избавиться от костей а кой а с костей у нас только хребет ну так немножко отодвинем и начнем моего сырая не соленая нет конечно солить мы ее будем потом вот так удаляем ее внутренности и удаляем кость немного теплее за стеклом но злые морозы хожу эти двери словно в сад июльских цветов я их так хочу согреть теплом о белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов ребята для теста нам с пол-литра воды я всегда делаю на глазу горячая вода мы ждем ее остывания но чтоб она просто так не без дела не остывала мы добавим ложку сахара это виде большая ложка вот ложка будет столовая и друзья дрожжи опускаем водичку не бойтесь руками чуть-чуть дрожжи размять у меня руки чистые и сегодня раз 300 мыло как работала с рыбой а я как и любой человек очень люблю рыбу ночи не люблю для опары ну где-то так немножко вот так муки просеем сюда и ложечкой эту опару перемешаем не бойтесь комочком они все растворятся водичка тепленькая вот так мы ставим ведь у меня здесь кастрюлька с горячей водой стоит мы ставим сюда нашу опару и даем дрожжам заработать так аккуратненько накрываем и пускай минут через 15 можно заглянуть и если она хорошо поднимется будем замешивать а тем временем я растоплю кусочек сливочного масла смотрите какая красивая стала пенка такая видите никаких комочков нет все растворилось это такая работа дрожжей и так чтобы не забыли бросаем хорошую щепотку соли потому что пирог у нас будет соленый не перестарайся не перестараюсь берем муку и начинаем туда просеивать и слегка помешиваем белые розы белые розы без защитных шипы что с вами сделал снег и морозы лед и лед и лед и голубы люди украсят с вами свой праздник лично несколько дней и оставляют глаз умирать на белом на белом в холодном окне а люди уносят глаз Субтитры делал DimaTorzok Итак, ребята, посмотрите, как взошло наше тесто Видите, оператор мой ушел Так что я вам покажу, как оно взошло И обминать будем уже с выключенной камерой Потому что мой оператор ушел Отмяли на тесто Вот так выглядит Тепленькое, эластичное Такое, к рукам уже совершенно не ликнет Сейчас второй раз поднимется И можно будет делать пирог А мы тем временем пойдем Нарежем все ингредиенты, которые будут входить в начинку Лучок вырежем полукольцами Вот таким образом Тоненькими, тоненькими полукольцами Здесь у нас две крупненьких луковицы Картошечку тоже режем полукольцами Тоненькими, такими пластиночками Чтобы она быстрее пропеклась Рыбка у нас промыта Стекла Она уже не водянистая И мы ее измельчаем Посаливаем по вкусу И подперчиваем Тесто наше подошло второй раз Немножко присыпаем Не так много Немножко присыпаем мукой Вот сюда и вот Вот эту часть мы пока обмяли И лужем кладем Обратно В нашу мисочку А этот Мы сейчас будем Раскатывать На пирог Оливку Увидите? Нет, это не оливка Немножко масла Чуть-чуть Буквально Для сочности И вот так Размазать Хорошенько По нашему Будущему пирог Выкладываем Картошечку Тут Всего Три маленьких Картошечки Вернее Одна была покрупнее А две маленькие Как на первый слой Не надо Там ее сильно много Без фанатизм Слегка присаливаем Без фанатизм Так как у нас Еще будет соленая рыбка Вот так Немножко Лучка И теперь Основной Ингредиент Наша рыбка Ну Рыбки можно В принципе И больше покласть Рыбка у нас Уже подсоленная Теперь Сверху Еще один шар Лука Лук даст сочность Вкус Вот Это будет очень Очень вкусно Очень соленый Так как это все-таки рыбный пирог Еще раз присаливаем Все Я думаю достаточно Как говорится Не досол на столе Пересол на голове Еще ребята Маленький штрих Вот так вот Для вкуса Для сочности По-немножку Сливочного масла Вот так По-немножку Еще притрошиваем Еще притрошиваем Немножко Сливонца Мукой И Закладываем Вторую часть В пирога Эй, ух, нем Эй, ух, нем Еще раз Иг Еще раз О, ох Лаври Я его Я говорю У patron Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok